Рассказы о природе Ночной лес погружен во тьму Жужелица Янковского, ведущая ночной образ жизни, рыскает в поисках добычи Завидев улитку, жужелица решила, что было бы неплохо раздобыть ее себе на обед Однако улитка чувствует повышенный гастрономический интерес жука И пускает в ход секретное оружие Она втягивается в раковину, выделяя обильную липкую пену Похоже, жужелица была не готова к подобному отпору Попытавшись взять улитку нахрапом, жужелица потерпела неудачу Теперь она меняет стратегию На этот раз, вместо того, чтобы бросаться на улитку Жужелица Янковского терпеливо ждет, пока та высунется из раковины Дождавшись благоприятного момента, жужелица впивается в улитку и тащит ее прочь Проявив терпение, жужелица все-таки заполучила желанную добычу Так мудрость инстинкта помогает насекомым выживать в природе Насекомые, управляемые инстинктами В леса Кореи, что служат домом множество насекомых, пришла весна Весенняя пора – это праздник любви и продолжения рода Начало лета в Дубовой роще Этот диковинный жуг называется трубковерт Ападерус Он отличается незаурядными строительными способностями Сперва трубковерт надрезает обе половинки листа до центральной жилки Что он собирается делать с листом дальше? Покончив с раскройкой листа, трубковерт начинает уминать его, пока тот не подвянет Это делается для того, чтобы с листом было проще работать, скатывая из него сверток Постепенно лист теряет былую упругость и его края начинают загибаться внутрь Внутри свернутого листа будет развиваться яйцо трубковерта Отложив на лист яйцо, жук приступает непосредственно к скатыванию свертка Сложив лист пополам, жук сворачивает из него цилиндр, двигаясь снизу вверх Для этого трубковерту приходится налегать на лист всем своим телом Он уминает края головой, удерживая лист всеми шестью ногами, чтобы тот не развернулся обратно Жук действует очень аккуратно, стараясь не повредить лист в процессе сворачивания Трубковерт не жалеет усилий, заботясь о комфорте будущего потомства Он старается изо всех сил, чтобы успешно завершить этот грандиозный строительный проект С самого начала работ вокруг трубковерта суетится паразитический наездник Он откладывает свои яйца в кладки других насекомых Однако все попытки наездника подобраться к яйцу трубковерта оказались тщетными Не обращая внимания на снующего по листу наездника, трубковерт продолжает свою работу над свертком Наконец, сооружение свертка успешно завершено Он висит, едва удерживаясь на центральной жилке листа Утомленному трубковерту осталось сделать всего одно дело Трубковерт перегрызает жилку, на которой висит сверток с яйцом На земле под прикрытием опавших листьев драгоценный сверток будет в большей безопасности Так, ведомый мудрым инстинктом, трубковерт Ападерус обеспечивает своему потомству безопасное будущее На тыльной стороне большого листа суетится орава гусениц Первое время гусеницы совки хелономорфа японской живут колониями В большом скоплении хищникам труднее до них добраться Едва выйдя из яиц, гусеницы принимаются усиленно поедать листья Пока одни едят, другие возводят ограду из шелковой сети Перебираясь с листа на лист, гусеницы оплетают паутиной и их Плотная шелковая сеть служит одновременно защитной оградой и камуфляжем По мере того, как гусеницы подрастают, они расселяются по 2-3 штуки на лист Эта гусеница находится в процессе линьки Перед окукливанием гусеницы совок претерпевают 5-8 линьек С каждой линькой они увеличиваются в размерах Показавшаяся из старой оболочки гусеница еще не приобрела пятнистую окраску Сброшенную оболочку гусеница съедает Это делается не только, чтобы питательные вещества не пропадали даром Но и для того, чтобы не оставлять после себя следов Это помогает гусенице оставаться незамеченной естественными врагами После линьки гусеница отправляется на поиски пищи У гусениц изрядный аппетит, и большую часть своей жизни они посвящают еде Выросшие гусеницы поодиночке расселяются на новые ветки При этом они совершают рискованные акробатические трюки После опасного путешествия гусеницы начинают самостоятельную жизнь Теперь до самого окукливания они будут жить в одиночестве Это самый опасный период их жизни К одной из гусениц подбирается ежемуха Ежемухи или мухи-тахины откладывают яйца на других насекомых Ежемуха выжидает подходящий момент, чтобы сделать это Зараженная паразитом, гусеница постепенно теряет жизнеспособность И вот она уже безжизненно висит на ветке Что же с ней произошло? Мертвое тело гусеницы начинает шевелиться Из него вылупляется какое-то существо Это личинка ежемухи Повинуясь инстинкту, ежемуха использует тела других существ для выращивания потомства И гусеница пала ее жертвой Летом повсюду пышная зелень Это богатые охотничьи угодья для богомола Огромные глаза и торчащие антенны делают его похожим на инопланетянина Челюсти богомола отлично приспособлены для пожирания других насекомых Заключенный в прочные хитиновые доспехи С ногами вооруженными острыми шипами и зазубринами Богомол настоящий тиран этих мест За лето богомолы отъелись Теперь можно подумать и о потомстве Самцы и самки богомола вспариваются Пока сезон любви не подошел к концу Обычно сразу после спаривания Самец спешно уносит ноги А самка готовится к откладке яиц По прошествии зимы из них вылупятся новые богомолы Осень уже на пороге Стрекозы беззаботно кружат в воздухе, приветствуя новый сезон Кузнечик возвещает наступление осени жизнерадостным стрекотанием Кузнечики издают звуки с помощью специального органа стрекотания на надкрыльях Осенью они поют серенады любви Это насекомое, что будто стесняясь спряталось за листом Стеблевой сверчок Выставив голову в дырку листа Сверчок стрекочет, потирая одно надкрылье, а другое Эти звуки служат для привлечения самок В отличие от других насекомых При спаривании стеблевых сверчков Самец залезает под самку При этом самка получает возможность Полакомиться специальной жидкостью Которая выделяется на спине самца В преддверии долгой зимы Все насекомые стремятся оставить потомство Птицы возвращаются в свои гнезда Еще один осенний день подходит к концу Зимой для насекомых жизнь замирает В природе зима – это время ожидания К зиме большинство взрослых насекомых гибнет от холода Остальные впадают в спячку Личинки проводят зиму под корой деревьев Или в трухлявых пнях Спасаясь от стужа Кое-кто временами пробуждается от спячки Чтобы подкрепиться Таким образом, каждая насекомая Зимует по-своему Яйца богомолов зимуют в специальных капсулах-оотеках Прикрепленных к камням и веткам С приходом весеннего тепла Из оотек вылупляются маленькие личинки богомолов Личинки богомолов Претерпевают семь линик Прежде чем превратятся во взрослых особей и маго По выходу из яиц Личинкам богомолов нужно около двух часов, чтобы просохнуть Даже в столь нежном возрасте Маленькие богомолы уже похожи на царственных насекомых В которых они в скорости превратятся Взрослые богомолы охотятся на всех, кто попадается им на пути Строение их тела идеально приспособлено для охоты Что делает богомолов настоящей грозой насекомых Богомол, притаившийся на стебле зеленого растения Практически неотличим от него Чувствуя угрозу при приближении богомола Гусеница Махаона инстинктивно выпускает оранжевые рожки Они испускают отвратительный запах Таким образом гусеницы Махаона защищаются от врагов Богомол предпочел не связываться с такой добычей Медлительная и мягкотелая гусеница Смогла постоять за себя Прибегнув к уникальной оборонительной тактике Отпугивание способ защиты, который используют многие насекомые Не способные защититься иными способами Гусеница змей крылой совки отпугивает птиц с помощью ярких пятен на спине Напоминающих глаза Жгучие волоски на теле гусеницы углокрыльницы С-Золотое Отбивают у врагов охоту ее сожрать Многие насекомые предпочитают отпугиванию маскировку К примеру, эта гусеница своими очертаниями Ловко маскируется под цветок зонтоксилума китайского А краска этой гусеницы имитирует узор на змейной спине Но истинный виртуоз маскировки Гусеница педеницы Она прикрепляется к стволу дерева под таким углом Что становится совершенно неотличимой от тонкой веточки Обнаружить такую добычу, ой, как непросто Таким образом маскировка помогает насекомым спасаться от естественных врагов Некоторые насекомые формируют взаимовыгодные отношения, помогая друг другу И в конечном счете себе Некоторые виды муравьев собирают яйца тлей и выращивают их поблизости от муравейника Зачем муравьям заботиться о яйцах, которые не являются их собственными? Дело в том, что муравьи поедают сладкую пать Сахаристую жидкость, которую выделяют тли Божья коровка устроила налет на колонию тлей Тли – излюбленная добыча божьих коровок Они массово поедают тлей и их личинок, не встречая ни малейшего сопротивления Муравьи же защищают тлей от божьих коровок в обмен на сладкую пать Таким образом, тли образуют симбиоз с муравьями В результате чего первые получают защиту, а вторые – пищу Песчаные склоны холмов густо поросли травой Это ползущее по песку существо – личинка муравьиного льва Отыскав подходящее место, она принимается выкапывать в песке коническую ямку При этом личинка активно выбрасывает песок головой Выкопав воронку, личинка зарывается в ее центре в песок И принимается поджидать добычу Если мимо пробегает муравей, личинка обстреливает его песком, пока тот не упадет в воронку Таким образом, личинки муравьинных львов, которых в Корее называют муравьинными призраками Охотятся на свою добычу, устраивая хитроумные песчаные ловушки По песку шустро бежит деловитый жук-навозник Он спешит на пастбище – настоящая эльдорадо коровьих лепешек Именно за любовь к навозу эти жуки и получили свое название Жук выбирает лепешку, навоз в которой еще влажный Он послужит пищей не только для самого жука, но и запасом провизии для его будущих личинок Голова жука похожа на ковш бульдозера А передние ноги действуют, как вилки погрузчика Используя свое специальное оборудование, навозник приступает к работе Постепенно он придает кусочку навоза в форму шара Навозник трудится, не покладая ног И в скорости шар из влажного навоза готов Жук принимается толкать шар задними ногами Куда это он его покатил? По пути шар дает трещину и навозник делает остановку, чтобы заняться его починкой По ходу путешествия влажная поверхность навозного шара подсыхает и затвердевает Жуку приходится карабкаться на склоны дюн, и он часто падает Но он ни на минуту не расстается со своей драгоценной ношей Наконец жук останавливается рядом с куртиной травы Отложив шар, навозник принимается копать в песке углубления Он собирается спрятать шар в безопасном месте Выкопав в песке ямку, жук закатывает в нее шар Затем он отложит в него свои яйца А навоз послужит пищей, вышедшим из них личинкам На все эти мытарства с навозным шаром, который крупнее его самого Навозника подвиг инстинкт Совершая опасное путешествие по песку с непосильной ношей Жуки проявляют заботу о будущем потомстве Насекомые – крошечные существа, живущие в огромном мире Благодаря мудрости инстинктов, которую они получают вместе с появлением на свет Они добывают пищу, противостоят врагам и заботятся о потомстве Авторы сценария Джон Гуэ Сол и Джо Джон Гын Операторы Ли Гичоль и Со Хан Су Режиссеры Ли Кён Вон, Йом Сан Соб и Пак Де Гын Производство компании Wildnet Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура